Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка Эмили и это очередной мукбанг. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это. Итак, что у нас сегодня? В прошлом мукбанге я вспомнила лайфхак с маршмеллоу. Его можно немножко поджарить и он получается намного вкуснее. Именно поэтому у нас здесь с вами свечка. Также здесь у нас яблоко настолько вкусное, наливное. Я обычно никогда в мукбангах яблоко не ставлю, но это яблоко это прям нечто настолько вкусное. Здесь у нас барбарис, кутабики с мясом. И я вам в инстаграме ставила, что я просто обожаю обычные просто макароны с кучей сыра и сосисками. Я когда это поставила в инстаграм, в инста-историю, многие написали, а почему бы не снять такой мукбанг. И на самом деле, просто это блюдо будет слишком простым, поэтому мы еще добавили сюда кутабики с мясом и с гранатом. И тут огурчик и помидорки черри небольшие. Приятного всем аппетита, кто кушает. Давайте создадим классную атмосферу. Это та самая свечка, которую мне дарила Самера. Я вообще небольшой любитель свечей, но это смотрит очень эстетично, классно. Мне хочется сделать вот так. Мне кажется, я делаю что-то неправильно. Я явно делаю что-то не так. А, немножко надо обжарить, да, я так понимаю. Не обжаривается, просто горит. Либо я что-то не понимаю. Может, вот так. Да ну нафиг. Сыра прям много. Получается очень вкусно, когда именно сыра много. В инстаграме я поставила опросник. И давайте немножко поотвечаю на ваши вопросы. Нравится парень? Не знаю, как к нему проявиться. Я беру чисто от себя. Если мне понравился парень, я бы, наверное, никак не смогла к нему проявиться. Вообще, я считаю, что инициативу должен проявлять мужчина. Опять же, есть девушки, которые считают иначе. Ставят перед собой цели, добиваются мужчин. Это, наверное, немножко не моя стихия. Я знаю, если, например, я проявлю инициативу к кому-либо, если он меня отвергнет, у меня будет, мне кажется, травма на всю жизнь. Поэтому лучше обойтись без этого. Тем более, как я заметила, мужчины, которым действительно понравилась девушка, они в обязательном порядке как-то проявляют свою симпатию. То есть, ну, не бывает такого, что вы нравитесь мужчинам, вы годами общаетесь, он параллельно там встречается с другими девушками, а вы в роли друга. И потом оказывается, что нет, оказывается, он был влюблен все эти годы лишь в вас. Вообще, мне сильно, знаете, такие самоуверенные мужчины не нравятся. Бабники, это все мимо. Двигаемся дальше. Следующий вопрос. Тут вопрос, как выучить английский. Не знаю, как, знала бы, выучила. Не хотела бы снимать рубрику, что я ем за день. Да, я действительно видела это видео. Вы прям прочитали мои мысли. И я не знаю, вы меня поддержите или нет. Но я видела и в Инстаграме, и в Ютубе, в шоц-роликах. Девчонки снимают тренд, что я ем за день. Мне бы хотелось снять немножко по-другому. Я бы хотела снять это, как полноценный мук-банг. То есть, например, первый кусочек. Всем привет, сегодня у нас завтрак. Точнее, сейчас у нас завтрак. Вот завтракать я буду и теме, и теме. Покушал, что-то обсудила с вами. Потом следующий кадр. Я такая, всем привет. Сейчас у нас обед. Мы с вами будем кушать вот это. Просто. Это как раз скинула мозгами. Вот, например, каждый мой прием пищи, это где-то полчаса. Если даже снять три приема пищи, это уже будет полтора часа. Ну, куда мне на канал? Мук-банг длиной полтора часа. Закидывать это как три ролика. Ну, как-то, не знаю. Там стол будет какой-то супер бедный. Не знаю. Мне кажется, не то. Или можно, знаете как, снять начало, как я начинаю кушать. И конец, сколько я съела. Хотя, наверное, тогда вы не поверите, села ли я действительно столько, или я просто убрала в сторону. Короче, не знаю. Но эта идея постоянно крутится у меня в голове. Наверное, на протяжении где-то месяца она у меня крутится в голове. я все никак не могу принять решение и снять этот контент. Как будет лучше, как будет интереснее. Без понятия. или просто как все снять. Мне кажется, вы немножко будете в шоке от того, сколько я съедаю за день. у меня мама реально искаженное осознание того, сколько я ем. однажды мы сидели все за столом. Брат был у нас. И она мне наложила порцию, и брат подумал, что это общая тарелка. А потом он такой, извиняюсь. В общем, маме вечно всегда кажется, что я исхудала, что мне не хватает витаминок, что я мало кушаю. Раньше бабушка такая была. Действительно, бабушке тоже вечно казалось, что я не доедаю. Маме сейчас кажется, что я прям упаду сейчас в обморок от голода. Давайте это сюда, чтобы было удобнее. Ну, в общем. вспоминаю ситуацию. Прям смешно. Мама считает меня супер худой. Мама считает, что мне килограмм где-то 5 точно нужно набрать. А я считаю, что наоборот, мне где-то 2-3 килограмма нужно сбросить. Я все насчет веса говорю всегда человеку в лицо. Вот я когда была на дне рождения у Чеченки, Минаса ее зовут, я просто не знаю, все помнят ее по имени или нет. Вот там была девушка очень красивая. Она только родила. Она говорит, чуть-чуть бы мне сбросить. Ей все такие, ой, не надо, зачем, так классно. Я говорю, ты права, надо чуть-чуть. Человеку может быть комфортно в весе 100 килограмм. Она себя такую любит. Ей она такая нравится. Бывает, что человеку некомфортно и когда она весит 55. Вот я когда, например, чуть-чуть набираю, мне уже как-то некомфортно. У меня такое ощущение бывает, как будто у меня появилась отдышка. У меня обычно вес немножко бегает туда-сюда. Если у меня в жизни все отлично, то вес прибавляется немножко. Когда появляются какие-то проблемы, вес убавляется. Потому что в стрессовых ситуациях я вообще не ем. Вообще. Так в этот раз дала себе слово, что на много вопросов отвечу. минимум на 5. Почему ты не отвечаешь в директ? Дело в том, что там действительно очень много сообщений. Я не всегда успеваю. Еще я плюс ленивая попа, честно. Оказывается, мне писал человек, который мне очень-очень импонирует на протяжении долгого времени. Наверное, раз где-то 7, может, 10 она мне писала, отвечала каждый раз на истории. А я это увидела только тогда, когда я сама решила ей написать. Как отпустить человека, если есть сильная привязанность и много воспоминаний? Начнем с того момента, что вот эта привязанность, это, конечно, 50% действительно привязанность, а 50% мы сами себя накручиваем. Мы сами строим иллюзии, слушаем какие-то грустные песни, настраиваемся на тот лад, что мы как бы без этого человека не сможем. И каждый раз мы об этом думаем и потом можем без этого человека. То есть мне почему-то кажется, что это по большей степени самовнушение, забыть можно любого человека. И те люди, которые из-за несчастной любви убивают себя, это просто слабые люди. Бог нам дает столько трудностей, сколько мы сможем выдержать. По-любому время лечится. Самое главное, чтобы в этот период рядом с вами были хорошие люди. У меня у подруги была ситуация, не буду говорить о какой. Очень сложное расставание. Я помню, в тот период я рисовала бумажные сюрпризы и я болтала с ней. Болтала прям часами, потому что ей было очень плохо, ей нужна была эта поддержка. Она повторяла одно и то же. Она рассказывала одни и те же истории. Я просто слушаю ее каждый день где-то по 4-5 часов подряд. Ее нытье, так скажем, слушая. Я видела, как она рассуждает. И с каждым днем ей становилось легче. Хотя она не признавала это первое время. Но я-то видела, сначала она ревет, на следующий день уже не плачет. Через недельку уже как-то спокойно об этом абсолютно говорит, уже затрагивает какие-то другие темы. Поэтому я считаю, что в такие моменты очень важно иметь рядом очень хороших друзей. Хотите верьте, хотите нет, но я всегда в своей жизни своих подружек очень поддерживаю вот в такие именно моменты. Когда в моей жизни был такой момент, меня не поддержал никто. Тут была проблема не в людях, окружающих меня. Тут была проблема чисто во мне. Я как бы закрываюсь в этот момент. У меня улыбка. Типа у меня все хорошо, все отлично, пофиг. Хотя внутри просто мир рухнул. Но я это пытаюсь скрыть абсолютно от всех. Даже от себя. Я просто пытаюсь себе доказать, что нет, мне неплохо, все хорошо. Даже так. Хорошо, что так произошло. и так далее. Строю из себя, так скажем, сильного человека. Но какая бы любовь ни была, нет такой любви, которую не может заглушить время. Поэтому просто живите. Любую боль нужно выстрадать. Для этого нужно подождать немного. Не надо сразу убежать на свидание, искать замену этого человека. Нужно выздороветь. Выздороветь от этих отношений. Затем обязательно появятся в вашей жизни новые отношения, которые заполнят эту пустоту. запомните одну вещь. Не отпустив прошлое, вы никогда не построите свое будущее. Вот это вот точно. Насколько ты любишь гулять, как часто ты это делаешь? Я люблю гулять. Моя обуволя, хотя что значит моя обуволя, ты себе работала где-то недалеко, я бы с удовольствием ехала бы туда, ехала бы, шла бы на работу пешком. Я, кстати, когда работала в контакт-хоме помощником директора, я старалась до мной всегда идти пешком. Меня почему-то все всегда осуждали. Ой, темно, ой, опасно, что ж ты пешком, там коллеги говорили, давай я тебя отвезу. Почему-то все с такой жалостью, а что здесь такого? сейчас тоже я иду запирать свои заказы в Браво, иду пешком и возвращаюсь обратно пешком, специально, чтобы хоть немножко ходить. А вообще надо возобновить тренировки в зале. Но когда это будет, я понятия не имею. Как оказывается, идея со свечкой была провальная, или я делаю что-то не так, пишите обязательно в комментариях. На этом все, мои хорошие, всех люблю, целую, с вами была Айка, пока.